Теперь скажу я, действующий главный врач, это действующее лечебное учреждение. В пяти кабинетах идет прием больных, и я вас не могу пропустить. Пожалуйста, инициативные группы сейчас встречаются с представителями, которые в кабинете вас ждут. Все остальные родители... Хорошо, начну с последнего. Значит, лабораторная служба, которая была представлена шестой, детской инфекционной больницей, она была представлена одним доктором, врачом, и на полставки работал один фельдшер-совместитель. На полставки. Эти данные представлены на начало 2018 года. Все, в лаборатории больше никого не было. Еще один был сотрудник фельдшера-лаборанта, но который находится в декретном отпуске, и который сейчас воспитывает маленького ребенка. Понятно. Итак, вот на все объединение полставки фельдшера-лаборанта. А врач-лаборант не делает забор. Полина, я вас выслушала, я вас выслушала, я отвечаю на ваш вопрос. Вот, послушаю. Мы все прекрасно знаем, что вы говорите. У нас лаборатор есть... Подождите, вы просили вас... Почему вы не приняли никаких, вот вы как организатор, почему не приняли мер поставить, как главврач, как вы здесь апеллируете, вот говорите, махаете, я главврач, и нас никуда не пускаете. Почему вы не сделали, не добились одной ставки для человека, который работает, который делает? Почему? Вот в чем вопрос. Наверное, этот вопрос... Был здесь врач, и был здесь фельдшер-лаборант, который была, она умерла. Это все вы прекрасно знаете. Вы, наверное, забыли. Я здесь главным врачом с 21 декабря 2018 года. 21 декабря, мы еще подчислили 20 января, 17 января при наличии... Вы мне задали вопрос. Я вам не буду отвечать на вопросы, если вы будете прерывать. ...соторые происходят, сейчас застянули протечки и все остальное. Кто несет ответственность? Почему даже Розаев сказал, что безответственность привела к такой фатальной ситуации? Где виновные? Где наказание? Мы этого не видим. Не видим. Я скажу дальше. Следующее. По-моему, это не может быть, я скажу. Значит, у вас вопрос по лаборатории. Поэтому полставки лаборанта не могли закрыть все проблемы по лабораторной службе. Скажите, пожалуйста. Такой же, какой и у вас. Так вот, я на сегодня хочу услышать, почему у нас не хватает узких специалистов. Вы представляете? Почему? Вы не видите, что на родах представляете. Вы против кого не учите. Вы не перебивайте. Тихо, тихо, тихо. Я пресс-секретарь главной редакции. Коллега задавала вопрос, я хочу узнать, что хватает специалистов. Вы не перебивайте человека. Вы же сами ходили, этот вопрос услышали. И вы помолчите. Почему нет того специалиста? Почему другого? Почему трепевать? А теперь вам этого не надо? А что тогда надо? Что надо? Я так вижу, что анализаторы от вас содержат невыгодно. Сейчас не хватает. Не можем ли? Мы требуем материалов. Да не перебивайте человека, дайте ответить. Ну вы объясните мне, пожалуйста. Вот человек, вот человек, зампредседателя общественной палаты. Да. Да. Мы отдали письмо председателю общественной палаты. С вашим письмом работают. Вы не перебивайте. Вы хотя бы пришли в скерокопии. Вы на пришивых скерокопиях, где там четкие жаски. А я хочу Ашвету услышать, а вы можете помолчать или нет? Вот просто помолчайте. Да не хотелось бы. Да есть человек сказать, главный брать не указать. Вопросы дают, а вот и здесь мы тоже можем продевать.